Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Их работа трудна и горожанам не видна. В Самаре на глубине 14 метров строит коллектор для обслуживания стадиона Самара-Арена. На площади Росовского в Самаре сегодня появились световой фонтан и гирлянды. Город украшают праздничные иллюминации. Сколько лет исполнится Куйбышевским яблоком в следующем году? Знаменательные даты Самарской области в одной брошюре. Важнейшие задачи для России на ближайшие годы прозвучали в ежегодном послании президента Владимира Путина Федеральному собранию. Оно стало уже 13-м для главы государства. Послание длилось чуть более часа. Прозвучали важнейшие для страны и для Самарской области в частности темы. В ближайшие два года все больницы и поликлиники страны должны быть подключены к скоростному интернету. Об этом Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию. Вопросом развития медицины глава государства уделил большое внимание. Со следующего года будет организована регулярная переподготовка врачей. Поддержку получит высокотехнологичная медицина. За последние 10 лет в 15 раз увеличился объем высокотехнологической медицинской помощи. Сотни тысяч сложных операций делаются не только в ведущих федеральных центрах, но и в региональных клиниках. В следующем году нам нужно внедрить механизмы устойчивого финансирования высокотехнологичной помощи. Это даст возможность и дальше повышать ее доступность, сокращать сроки ожидания операции. Продолжится и программа реконструкции обновления школ. Дополнительные усилия нужно направить и на повышение квалификации учителей, отметил президент. Программа рассчитана на 16-е и 25-е годы. По 25 миллиардов рублей предусматривается. Но мы приняли решение поддержать регионы по этому важнейшему направлению. Всего в период с 16-го по 19-й год планируется создать 187 998 новых мест в школе. Президент обратил внимание собравшихся и на необходимость воспитывать среди школьников культуру исследовательской и инженерной работы. Среди других тем были благоустройства городов, сбережения уникальных природных символов России, таких как Волга и Байкал, поддержка отраслей промышленности и жилищного рынка. В последнее время наметился рост промышленного производства. Глава государства говорил о поддержке сельского хозяйства, развитии IT-индустрии, борьбе с коррупцией, развитии банковского сектора экономики. Со следующего года повысится прозрачность работы контрольно-надзорных органов. Марина Кравцова, события. И вот как прокомментировал послание президента губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Я считаю, это одно из лучших и, может быть, самых удачных посланий. Он очень подробно говорил о системе образования, об одаренных детях, о работе с ними. Он много говорил по поводу малого бизнеса, в целом экономики. Он отдельно очень подробно проанализировал нашу банковскую систему. Это впервые, так подробно, конкретно. Почему? Потому что доступность кредитов для развития сегодня – это одна из главных проблем. И не только сегодня, это было и в предыдущие годы, это были все, может, последние 20-25 лет. И он очень четко расставил все акценты. И я думаю, здесь тоже будет значительное подспорье. Как для малого бизнеса, так и для больших крупных компаний, для реализации проектов. Он говорил о роли контрольно-надзорных органов в стране, правоохранительной системы, особенно, что касается взаимоотношений и их с бизнесом. И президент призвал, чтобы здесь была реальная, конкретная, бесшумная работа, которая на самом деле давала бы серьезные плоды в борьбе с коррупцией. Это тоже очень важно. Стройка, скрытая от глаз. В Самаре, в районе улицы Шмидта, на глубине более 10 метров, идет строительство дублера, коллектора Волжского склона. Старой канализации исполнилось уже более века. И обслуживать современный город в полной мере она не в состоянии. Особенно учитывая грядущий Мундиаль. На участок длиной в 5 километров потратят почти 2 миллиарда. Он станет основным для обслуживания нового стадиона Самара-арена. Работы ведутся по самым современным технологиям. В чем преимущество стеклопластиковых труб перед устаревшими бетонными, знает Андрей Горгуленко. Ручной трамбовщик, которым уплотняют землю вокруг котлована. Это единственный шум отстройки коллектора Волжского склона. Проходит она на глубине 14 метров. Это возможно благодаря особой технологии микротоннелирования, которая в Самаре применяется впервые. Она позволяет за сутки прокладывать 10 метров трубы. Быстро и качественно. Не создавая неудобств горожанам. Это сокращает сроки работы намного. В связи с тем, что отсутствует большое количество земляных работ. И кроме того, мы идем в плотно застроенном квартале. Вот это все просеки фактически. Поэтому очень удобно и быстрые технологии. Дублер самарскому коллектору необходим. Трубы, по которым сточные воды текут сейчас, начали прокладывать еще в начале прошлого века. Канад деньги владельцы Жигулевского пивоваренного завода Альфреда фон Вакана. В сегодняшних реалиях густонаселенного мегаполиса старый коллектор моральный технологически устарел. Новая линия канализации соединит между собой коллекторы на улицах Советской армии и Соколова. Участок имеет колоссальное значение. Объект действительно уникальный по сложности и по техническим характеристикам. Не только решает задачи по мощностям самого стадиона и территории вокруг него, но и также помогает всему нашему городу разгрузить вот этот сложный участок. Работы по строительству коллектора идут по плану. Сейчас дублер готов почти наполовину, а закончить работы должны в 2017 году. Именно эти трубы из стеклопластика диаметром 1 метр и будут составлять основу коллектора. Главное преимущество перед трубами бетонными – это пониженное поверхностное сопротивление, что увеличит пропускную способность и уменьшит риск возникновения заторов. Гарантия этой трубы 50 лет. Это одна из самых передовых технологий. Она использовалась при строительстве олимпийских объектов в Сочи. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Личность выдающаяся, так говорят коллеги об Игоре Шитареве, бывшем генеральном директоре завода «Моторостроитель». Сейчас это предприятие «Кузнецов». Человеку, который вытащил завод из финансовой пропасти в 90-е и дал возможность предприятию развиваться, сегодня открывают мемориальную доску. С коллегами и родственниками пообщалась Валерия Макарова. Это событие долгожданное для всех заводчан. Еще год назад здесь задумали открыть мемориальную доску в память о генеральном директоре предприятия «Кузнецов» Игоре Шитареве, важной личности в истории завода. Он руководил им почти 20 лет, и это время пришлось на тяжелый период в экономике страны. Здесь многие согласятся с тем, что именно он спас завод в тяжелые 90-е. Этот человек, эта глыба, это человек, который в 90-е годы не дал разрушить одно из ведущих предприятий двигатель-строительной отрасли нашей страны, но он еще ведь был и патриотом нашего университета. Несмотря на огромную загруженность, Игорь Леонидович возглавил кафедру двигателей летательных аппаратов в Аэрокосмическом университете. Он не мог делать что-то в полсилы, вспоминает его дочь. Из дома уходил рано утром и возвращался за полночь. Благодаря усилиям Игоря Шитарева и его команды заводу удалось сохранить производство двигателей для боевой авиации, ракетно-космической отрасли, газовой и нефтяной промышленности. То, что есть сегодня, это большое задел было тогда сделано. То, что мы сохранили сегодня как завод, как действие предприятия, это благодаря, конечно, услуги очень большие ему принадлежат. А сегодня мы работаем практически круглые сутки, работаем с большим напряжением. У нас очень много заказов на текущий год, на будущий период времени, на 17-й год подписаны планы. Памятная доска установлена на здании, где работал Игорь Шитарев. На открытие пришли его родственники, друзья, ветераны предприятия и сотрудники завода «Кузнецов». Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Недвижимость в Самаре дешевеет, сообщают эксперты аналитического центра. На сколько процентов знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Нефть продолжает дорожать. Сегодня за один баррель марки Brent дает 52 доллара 42 цента. Американская валюта дешевеет. Курс на 2 декабря. Доллар 63 рубля 68 копеек, евро 67 рублей 61 копейка. Золото стоит 2490 рублей, серебро 34 рубля 69 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 66 рублей 6 копеек, дороже всего продать за 62 рубля 94 копейки. Страны-члены ОПЕК заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Россия будет добывать на 300 тысяч баррелей в сутки меньше. Сама организация стран-экспортеров умерит свои аппетиты больше, чем на 1 миллиард баррелей в сутки. А в Самаре дешевеет недвижимость. С начала года минус 6 процентов. Средняя стоимость квадратного метра в ноябре зафиксирована на отметке 59 298 рублей. И хорошая новость для всех шипоголиков. Через два года в областной столице появится еще один торговый центр. Расположит его на месте бывшего подшипникового завода. На строительство потратят миллиард рублей. И это при том, что уже сейчас в Самаре торговых центров в полтора раза больше, чем нужно. На этом все. Удачи в делах. Тысячи гирлянд зажгутся в Самаре в преддверии новогодних праздников. В этом году, кроме световых фонтанов, консолей и перетяжек, огнями засияют и деревья. На улице Старозагора светящимися бусами украшают ели. Как город готовится встретить зимние праздники, узнала Алина Чемерес. Чтобы украсить такие елки, нужен специальный подъемник. На Старозагоре свыше полутора сотен деревьев, которые к Новому году должны радовать жители яркими огнями. Рабочие трудятся даже в выходные, чтобы подарить людям праздничное настроение. Эти деревья на бульваре Старозагора впервые засияют к зимним праздникам. Раньше эти ели никто не украшал. Сейчас на них вешают гирлянды. Загорятся они уже в декабре. Гирлянда стоит из двух частей. Одна белого, холодного цвета, другая желтого. Мы наматываем их на круг елки по спирали. Белый в левую сторону, желтый в правую сторону. Чтобы они были как пересечения. Есть трудности, да, потому что надо переезжать с одной стороны на другую сторону. Только с двух вышек можно это делать. Одна вышка не достает. Украшать Старозагору начали в конце ноября. К Новому году уже готова Молодогвардейская. Завтра закончится работа на Ворском проспекте и улице Маяковского. Всего в зимние праздники в городе засверкают более двух тысяч гирлянд. Все гирлянды светодиодные. То есть потребление каждой гирлянды составляет менее 10 ватт. Поэтому серьезной нагрузки на сети уличного освещения не предполагают. Украшаются и ели, и обычные деревья, листья на деревья. Листья на деревья обматываются стволы и ветки, а ели украшаются как накидка, в виде накидок сверху. Создавать новогоднее настроение будут также световые консоли и перетяжки. В городе снова засияют восемь фонтанов из лампочек. Один из них переехал на Старозагору от Современника. Жители говорят, праздничная атмосфера уже ощущается. Только что с ребенком шли, видели, как тестируют эти огоньки на елке. Уже сразу радостное новогоднее настроение возникло. Мы радовались. Вот очень хорошо, что я так поняла, что по всей олейке вообще будут огоньки гореть. Первый раз такое. Мы очень рады, здорово. Строение улучшается, естественно. Сиротонин вырабатывается, жизненные силы повышаются. Красота, она всегда радует. Включать новогоднюю иллюминацию будут вместе с уличным освещением. В декабре Самара будет сверкать примерно с половины пятого вечера до половины девятого утра. Алина Чемерес, Григорий Плешаков, События. Вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. В Ленинском районе Самары сегодня произошло ДТП с участием трех машин. В аварии пострадал 28-летний водитель «Шевроле». Как считают очевидцы, виновник случившегося. Хронику событий восстановила Алина Чемерес. ДТП произошло предположительно в полвторого дня. Три машины столкнулись на перекрестке улиц Владимирская и Чернореченская. В результате образовалась большая пробка. Есть пострадавшие, погибших нет. Как все случилось, становится понятным со слов очевидцев. Грузовик «Зил» ехал в сторону проспекта Карла Маркса. Вез на работу бригаду электриков. Водитель говорит, машина двигалась со скоростью примерно 30 км в час. Быстрее на ней и не разогнаться. «Красный «Шевроле», по словам водителя грузовика Василия Шаргала, вылетел на встречную полосу. Ехал на работу по своей стороне. Он вывернул, объехал. Тут пробка стояла. Объехал и под меня влетел. Потом развернул меня. Бак оторвало. Еще одним невольным участником ДТП стал Александр Исаев. Его машину при столкновении с легковушкой задел грузовик. У «Форда» повреждены двери и зеркало. Ребенок, что был в салоне, к счастью, отделался испугом. Машина потом проследовала на встречную полосу, прижалась к обочине, выехала обратно на свою полосу. Я уже стоял, поворачивал. Он проехал вперед и резко двинул под машину, под грузовую. Водителю «Шевроле», которого остальные участники аварии считают виновником случившегося, потребовалась помощь врачей. По их словам, не исключено, что он сел за руль пьяным. У него шишка небольшая на голове. Из-за того, как угольным пахнет. Все там больше нет. Он так в сознании все соображает. Все свои данные сказал. Алкогольный пахнет на весь салон. Сейчас поедем в больницу. Документов по себе нет никаких, он нам сказал. Что там у него, не знаю. Спустя несколько минут Павел Никифоров, водитель легковушки, выходит из машины скорой помощи. Говорит, как все случилось, не знает, уверяет, спиртное не пил. Нет, я не виноват, потому что я ехал прямо в своем ряду. Меня кто-то толкнул, я не знаю, или подрезали, я не собираюсь. Экспертиза покажет, что я трезвый на самом деле. Пострадавшего в ДТП доставили в больницу. Подробности случившегося сейчас устанавливают полицейские. По их словам, скорее всего, виновником признают водителя «Шевроле». Самарский университет попал в топ-300 лучших вузов стран БРИКС и развивающихся экономик. Рейтинг уже в четвертый раз составлен британским журналом Times Higher Education. Всего в списке 24 университета из России. Лучший среди них МГУ имени Ломоносова. В первой тридцатке также оказались два вуза из Питера – Госуниверситет и Университет информтехнологии, механики и оптики. Всего в топ-300 участвуют высшие школы из 48 государств. Тройка лидеров выглядит так. 52 вуза представляют Китай, 27 Индию, 25 Бразилию. В областном суде сформирована коллегия присяжных по резонансному делу об убийстве бывшего полицейского Андрея Гошта и членов его семьи. В состав коллегии вошли 12 человек, еще четверо – запасных. Напомним, трагедия произошла в ночь на 24 апреля в селе Ивашевка Сызранского района. Экс-руководителя Сызранской полиции, его родителей, жену и брата зверски убили. Как предполагает следствие из корыстных побуждений. Выжила только 7-летняя племянница. Первое заседание суда состоится 5 декабря. По просьбе родственников погибших оно пройдет в закрытом режиме. Семье рабочего из Самарской области, погибшего при крушении вертолета в Ямал-Ненецком автономном округе, выплатят 1 миллион рублей. Напомним, катастрофа произошла 21 октября. На борту вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол», следовавшего в Новую Рингой, было 22 человека. 19 погибло. Одной жертвой крушения стал житель села Осинки Безенчукского района – 51-летний Владимир Салов. У погибшего остались жена, дочь и внук. Владимир Салов работал вахтовым методом на предприятии нефтегазового сектора. Зима пришла в Самару ровно по расписанию. С первого дня сильный гололед и новая порция холода. Всему виной – атлантический циклон. Температурный режим на несколько градусов ниже нормы, что по климату соответствует январским показателям. Уже на выходных в городе ожидается снегопад. По предварительным оценкам метеорологов, первый месяц зимы вообще покажет себя снежным и спокойным. Экстремальный мороз ожидается только в середине декабря. Речь идет о 20-25 градусах мороза, причем как днем, так и ночью. Завершиться предновогодний месяц обещает умеренной зимней погодой, а возможно даже небольшим потеплением. Юного самарского сказочника пошлют к Деду Морозу великий устюг. Текст может быть написан в любом жанре и любой форме. Хоть в стихах произведения войдут в сборник самарских сказок. Самарский литературный музей объявил конкурс для детей от 8 до 16 лет, которые любят сочинять сказки. Жюри определит 5 лучших работ. Заявки принимают до 15 декабря включительно. Уже принято на рассмотрение 56 сказок. Результаты будут объявлены в конце декабря. Проект «Тек и химия» Самарской области информационного портала «Волга.Ньюз» стал победителем второго всероссийского конкурса «Медиатек-2016». Шеф-редактор издания Петр Слизевич награду получил из рук пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Проект «Тек и химия» выходит с 2014 года в печатной и электронной форме и ориентирован на профильных специалистов области. Сначала издание стало победителем регионального этапа. Затем проект на федеральном этапе был допущен к открытому интернет-голосованию, по итогам которого набрал 905 голосов, опередив издание из Томской области и Краснодарского края. Всего в 2016 году на федеральный этап конкурса по 25 номинациям поступило более 350 работ из 60 регионов России. Сегодня исполняется 15 лет с момента создания партии «Единая Россия». Поздравление партийцам направил президент страны Владимир Путин. Впрочем, торжественный день они проводят на рабочем месте. В регионах в день рождения партии проводятся приемы граждан, как по проблемам частного характера, так и по вопросам развития города и страны в целом. В Самаре прием граждан провела председатель городской думы Галина Андреянова. Подробный сюжет мы покажем в следующих выпусках. Если ограничены одни возможности, в ход идут другие. В честь грядущего Международного дня инвалидов в Ленинском районе Самары отметили самых активных, а заслуг у них накопилось немало – и творческие, и спортивные. С неунывающими и жизнерадостными пообщался Андрей Горгуленко. Зина и деревья скучать некогда. Столько занятий. То для детей подарки надо сделать, то подготовить выставку своих работ для районного праздника. Я и вышиваю, и шью, и вяжу, и спортом, настольными играми занимаюсь, и дипломы, грамоты получаю. Вообще везде участие принимаю. Вот и любить надо, я с любовью отношусь к всему. Таких же бодрых и жизнерадостных людей, для которых статус «человек с ограниченными возможностями» – это не повод унывать, администрация Ленинского района чествовала в Доме актеров в преддверии Международного дня инвалидов. Человеку с ограниченными возможностями, представитель органов власти, нужно чуточку в чем-то помочь. И мы стараемся это делать, как у нас на сегодня получается. Несмотря на недок на свое физическое состояние, они занимают активную жизненную позицию и ведут активную общественную работу. Только таким и может общество называться цивилизованным, только вот в таком формате. Если давать возможность и людям с ограниченными возможностями чувствовать себя в полной мере полноценными людьми. Члены общественной организации инвалидов Ленинского района дома не сидят. Всегда принимают участие в концертах и выставках, в городских паралимпиадах и в соревнованиях по спортивной ловле рыбы. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. 70 лет хорошо сохранились. В следующем году юбилей отметит легендарный сорт куйбышевских яблок. Популярный по всей стране. Его выводили около 10 лет. Первый урожай собрали 9 сентября 1947 года. Это и другие знаменательные даты Самарской области собраны в специальном календаре, который выпустила общественная палата региона. 2017-й будет богат на юбилеи. 55-летие отметит ГМК 62. 90-е лет исполнится Жигулевскому заповеднику. 30 лет Самарскому митрополитену. В брошюре помимо международных и национальных праздников более 240 дат, связанных именно с историей Самарской области, начиная с 18 века до наших дней. Информационные буклеты будут доступны во всех библиотеках региона. Кроме того, в следующем году появятся открытки и конверты с изображениями значимых для региона событий. А на газетных киосках будут ежемесячно размещаться специальные табло. Каждый месяц в каждом киоске будет вывешиваться специальный листочек информационный, на котором будет написано, какие даты отмечает область в этом месяце. То есть Общественный палат Самарской области пытается продвинуть знания и патриотическое отношение к своей родной земле. Также от имени председателя Общественной палаты Самарской области Виктора Сойфера телеканалу «Самара ГИС» вручили благодарственное письмо за значительный вклад в развитие институтов гражданского общества, активную общественно-просветительскую деятельность. Председатель комиссии по коммуникациям Общественной палаты отметил, что темы, которые освещает наш телеканал, важны не только для городских жителей, но и для всего региона. Александр Кузнецов и Дмитрий Дударевич, снайперы «Энергии», не смогли помочь своей команде выиграть два домашних матча в студенческой баскетбольной лиге. В причинах поражения разбирался спортивный комментатор Сергей Кизоркин. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». «Самарская энергия» проиграла два домашних матча в студенческой баскетбольной лиге. Соперник технического университета, многократный чемпион и один из фаворитов нынешнего турнира Московской академии физкультуры. Академики в гостях чувствовали себя как дома и в первой игре победили энергию, не напрягаясь. 85-47. Бомбардеры «Самарской команды» Александр Кузнецов и Дмитрий Дударевич на двоих сумели заработать лишь 23 очка. Мы отдали игру, наверное, сразу, потому что, наверное, не собрались как-то. Ребята испугались, видимо, такого соперника. «Не хватило опыта и игры в защите. К сожалению, пока мы не можем играть против такой команды, против организованной игры, не можем играть в защите хорошо. Поэтому такой результат». Второй поединок «Самарская команда» начала более уверенно. Выиграла даже первую четверть и вторую сыграла на равных с лидером чемпионата страны. «Много моментов, которыми я недоволен. И, скажем так, в первой половине вышли, наверное, не расслабленные, но сыграли в любом случае медленнее, чем должны играть. И, соответственно, за счет этого, получается, очень быстро нахватали фолов». Катастрофа настигла самарских баскетболистов в третьем периоде. Энергии сил не хватило, и московские академики убежали вперед на 22 очка. Финальный свисток зафиксировал вторую победу гостей в 81-52. «Мы понимали, что они просто так не отдадут нам эту победу, нам нужно было бороться. И они выиграли первую четверть, нас это завело. И, естественно, мы хотели выиграть побольше, чтобы показать, что наш уровень гораздо больше, чем мы». «Первую половину выполняли то, что я их просил, то, что они думали о своих действиях, как играть в защите, как играть в нападении. Мы справлялись. Как только чуть-чуть увеличилась скорость, прежде всего, команда соперника, они начали быстрее передвигаться, мы перестали думать». После 16 матчей «Энергия» сам ГТУ занимает в турнирной таблице студенческой лиги 12 место. Лидер – команда МГУ. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Мы рады сообщить вам, что у нас уже более 11 миллионов просмотров на Ютьюбе. Подписывайтесь на Самара ГИС и смотрите все самое интересное. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложения для смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Все вам доброго и удачи! Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...